Деяния святых апостолов, глава 1. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сию, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120, мужи-братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой и устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, а когда не зринулся, растелось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились и сказали «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из тех двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Деяния святых апостолов, глава 2 При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих, его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждой собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и Медяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, и Понте, и Асии, Фригии, и Помфилии, и Египта, и Чистеливия, прилежащих к Иеринеи, и пришедшие из Рима, иудеи, и празелиты, кретяне, и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящими о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит? Айнеины, смехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сию да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Но это есть предреченная пророком Иоилем, «И будет в последние дни, говорит Бог, излью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих и на рабынь моих в те дни излью от духа моего и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назорея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о прадце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог склятывая обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так он, быв вознесен десницей Божью и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи и братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселья и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния святых апостолов, глава 3. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, посмотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отца, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня слушаетесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени Твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Псалом 24 Псалом Давида «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконную щи в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезем Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Блак и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям Своим. Все пути Господни – милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня – боящимся его. И завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его. Книга пророка Исаии, глава сорок седьмая. Сойди и сядь на прах, девица дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь Халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную. Возьми жернова и мили муку. Сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Савауф имя его, Святый Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои. А ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкая ига твое. И ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслужи это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце своем «я» и другой подобной «мне нет». Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знания твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем «я» и никто, кроме меня. И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. А оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их. Не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону, никто не спасает тебя. для тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok